Мне рассказывали, что вы на выступлениях даже можете забыть про гитару в запале общения со зрителями. Ну а про анекдоты так просто ходят легенды. Может быть, есть любимые какие-то? Нет, анекдоты, они же всегда к ситуации какой-то. Поэтому вот большое подспорье в этих выступлениях – это записки из зала. Потому что записки из зала потрясающие, и они лучше входят в книгу. Некоторые даже невозможно цитировать, потому что они привязаны именно к этому концерту. А некоторые, например, такие, как Олег, в прошлом году в Вологде мы просили вас написать песню о нашем городе. На что вы сказали, мол, нужны яркие впечатления. Так вот, я согласна. Бывали случаи, когда соседи ругались, что очень громкие звуки музыки? Ну, наверное, это очень выгодно, что у меня не рок-музыка, как у моего сыночка Филиппа, который играет тяжелый рок. И поэтому, собственно, таких нареканий не было. Даже наоборот, повезло с соседями, потому что я как-то пришел из техникума. И у меня были такие периоды, когда поешь, 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 поешь. Вот часа три, четыре, пять просто такое настроение творческое. И пел-пел, и слышал аплодисменты. Думал, что допелся. Оказывается, там панельные дома и розетки, это они просто дырочки насквозь в соседнюю квартиру. И соседи сидели возле розетки и слушали. И вообще, как у меня начинается запойный период, я пою песни, а они подсаживаются с той стороны. Уже стульчики поставили и сидят, слушают. И я, собственно говоря, после этого стал тоже, если так уж поется хорошо, я к розетке сразу сажусь. И дома они, и не дома. Но я сижу и пою. А они с той стороны слушают. А вот я считала, что в свое время был перспективный пловец по фамилии Митяев. И даже звание было. Нет, на самом деле я не перспективный пловец. Я это поздно понял. Потому что гибкости у меня нет, особых талантов. Вот у моей дочки сейчас есть. Я это знаю как тренер по плаванию. Но я ее ни за что не отдам в спортивную секцию. Потому что это все-таки хуже гораздо для здоровья. Спорт – это вообще смерть. Это очень плохо. Это вообще и гордыня, и только для организма. Это такой стресс, который сокращает жизнь. А что бы вы посоветовали, например, молодым людям, которые хотят связать свою жизнь с музыкой? Ну, родители им говорят, вот иди в строительный институт. Вот моя мама, она, спасибо ей огромное, никогда не говорила, куда мне идти. Куда пошел, туда и пошел. Вот поэтому я поступил в монтажный техникум зачем-то. Потому что все равно не угадаешь. Все равно не угадаешь. И я вот написал песню для студии детской, которая в Челябинске. Куда пойти учиться. По большому счету вопрос, кем быть, это вопрос самый главный в жизни любого человека. И люди доживают до 90 лет и так и не могут на него ответить. И они могут закончить все, что угодно. И потом бросить, и потом еще куда-то поступить. И потом всю жизнь заниматься не этим. И поэтому дочка Даша, когда сказала, что не будет ходить на фортепиано, то я ей сказал, не ходи. И так мне посоветовал один известный музыкант. Он сказал, не надо. Даже если есть способности у ребенка, не надо ему заниматься. Это когда уж выдающиеся способности, тогда может быть. Тогда уже деваться некуда. А сейчас, когда прошло после ее отказа от фортепиано, лет 5 или 6, она не отходит от этого инструмента и почему-то пытается на нем что-то делать. Хочет, видимо, также на халяву проскочить, как отец. Не закончив ни в консерватории, ни в литературном институте писать песни, стихи и музыку. Ну, не будем забывать, что мы приехали поздравить вас с днем рождения. В день рождения принято, конечно, дарить подарки. Вам, наверное, в день рождения привычнее все-таки самому дарить подарки. И в качестве песен, в первую очередь, можно вас попросить про лето? Уж так мы его ждем для наших зрителей. Вот, кстати, я хотел сказать, что еще сегодня не только день рождения, но еще день свадьбы. Я как-то, видимо, глупо пытался сэкономить на торжествах. И мы расписались с женой Мариной в этот день. Вот поэтому мне тоже придется дарить подарки. А лето – это маленькая жизнь. Поросли тихо подрастают на щеках. Поросли дом плывет по лету, а меня нету. Лето – это маленькая жизнь.